Добрый день, в эфире Фактор ТВ, программа Ключевой Фактор. Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг нее. Гость нашей студии, президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосовдян. Здравствуйте, господин Новосовдян, и спасибо, что нашли время перейти к нам в гости. Здравствуйте. У нас три основные темы для беседы сегодня. Это новые угрозы и ультиматумы Хамалии в армянам Нагорного Карабаха и властям Нагорного Карабаха, а также Армении. Это перепалка и переговоры в Москве на саммите ЕС и предстоящая встреча в Кишиневе. Я бы хотел начать, наверное, с перепалки, которая произошла в Москве между лидерами Армении и Азербайджана в присутствии Владимира Путина. В первую очередь, об, так сказать, внешнем фоне и эстетической составляющей этого. Что мы видим, что в присутствии человека, который является лидером ядерной державы и как-то от империи, при котором не позволяли себе таких выпадов и таких перепалок, происходит, по сути, резкий, довольно грубый обмен неимыми. Где-то 13 минут это длится, он никак не может это остановить. Какие ваши ощущения именно от фона этого происходящего там? Ну, вы, собственно, сами ответили на свой вопрос. Авторитет России и ее лидера даже в евразийской тусовке падает. И ему все сложнее и сложнее модерировать обсуждения, которые там происходят. Он как бы теряет контроль над этими обсуждениями и все больше смелости у остальных лидеров государств высказывать какие-то вещи, которые им важно заявить публично и именно в этом формате. Помимо того, что высказались, причем несколько раз, отвечая на реплики друг друга Ильям Алиев и Никол Пашинян, но, как мы видели, еще всячески рвался в бой президент Казахстана Такаев, что свидетельствует о том, что участники этих встреч, они все более чувствуют себя равными, а не ведомыми со стороны России. Теперь по содержанию. Сам диалог и обмен мнениями или репликами, или перепалка кому как удобно, между лидерами двух стран с подключением Владимира Путина периодически, был вокруг статус потенциального коридора, как это заявляет, как это называет азербайджанская сторона, или дороги под контролем армянской стороны, как на этом настаивает Ириван. И Владимир Путин в этой беседе солидаризировался с азербайджанской стороной, заявляя о том, что мы все-таки не предусматриваем какой-то вне блоковый, какой-то статус, который не подразумевает суверенитета этих стран над этими территориями, что также казалось немного странно, то есть он попытался не смягчить эту беседу или завершить ее, а больше все-таки солидаризировался с Альхамом Алиевым. В этом искать какую-то подоплеку, или это были попытки все-таки просто прекратить эту беседу? Я, может быть, несколько иначе бы трактовал на содержание дискуссии, которая происходила между тремя лидерами. Я полагаю, что там было выражено скрытым образом три позиции. Одна позиция – это позиция России, которая наиболее близка к содержанию 9 пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, то есть что дорога должна быть, дорога в какой-то степени должна действовать в режиме коридора, и основной контроль над всем этим должны осуществлять погранвойска ФСБ Российской Федерации. Как мы понимаем, развитие событий в последнее время вынудило Никола Пашиняна категорически выступать против этой формулы. То есть все, что четко достаточно проговорил, хоть и на прохом русском языке Никол Пашинян, это что никакой экстритариальности, что все будет контролировать армянские погранвойска и армянская таможенная служба. То есть никакой особой роли у внешних игроков для этого пространства не будет. То есть говорил он Алиеву, Аймилов... Я бы даже сказал, может быть, говорил он прежде всего Путину, хотя обращался во время встречи к Ильхаму Алиеву и как бы противопоставлял свою позицию позиции Алиева. Что касается Ильхама Алиева, я думаю, у него вообще третья позиция в этом вопросе. Насколько я понимаю, он в принципе не против того, чтобы реализовывался в полном объеме тот пункт, о котором мы говорили, да, трехстороннего заявления, но при этом для него допустимы иные варианты. То есть для Алиева главное, чтобы это был коридор, по которому беспрепятственно могут проходить азербайджанские поезда и автотранспорт. Я думаю, что в этой разности позиций есть точки для сближения между Баку и Ереваном и категорически нет точек для сближения между Ереваном и Москвой. И после, собственно, этого саммита Евразийского заявления Путина и Пашиняна, если вдаваться в его детали, были совсем разными. То есть стороны не подчеркивали разногласия между собой, но текст, который они проговаривали, открыто показывал, что эти разногласия существуют. Ну Пашиняна, в частности, прямо заявил о том, что он не удовлетворен результатами московской встречи, как минимум по участию Латинского коридора. Об этом тоже, наверное, поговорим. Но вот сама эта встреча, она продлилась всего 20 минут. И интересно, что вот весь этот антураж и сам скандал, который произошел на саммите ЕС, вот эта короткая встреча, сперва слив в российских СМИ о том, что возможны подписания двух документов, а потом не подписания никаких новых заявлений со стороны лидеров трех стран. Все это как-то накладывает на взгляд стороннего наблюдающего какой-то оттенок негативный на саму площадку московскую. Можно ли сказать, что она таким образом обнуляется, тем более в преддверии Кишиневского саммита? Ну, говорить о том, что она обнуляется, видимо, еще рано, поскольку у России так или иначе есть рычаги давления, как на Азербайджан, и тем более на Армению. Но то, что попытка России заскочить в этот вагон, который движется к предполагаемому мирному соглашению, она пока не полностью удается. Мы видим, что уже на достаточные компромиссы пошла Москва, то есть она уже не выступает против мирного соглашения, а всего лишь хочет участвовать в его подготовке и хочет иметь там собственный интерес в виде вот этого самого Мегринского коридора под контролем ФСБ. То есть, если этого Россия добьется, она будет считать, что инициатива, перехваченная западными площадками, она приемлема для Москвы. Но, как мы видим, попытка зафиксировать свою особую роль в виде того или иного заявления или двух заявлений не очень удалась. Но я при этом уверен, что Москва будет продолжать настаивать на своем. И те обсуждения, которые периодически анонсирует вице-премьер Аверчук, свидетельствуют о том, что тема коридоров именно в формате России, Армении, Азербайджан уже одного коридора, поскольку мы четко видим, что Россия не готова более что-то конкретное говорить относительно Лачинского коридора и Азербайджанского КПП, что тема Мегринской дороги и ее статуса и режима ее функционирования, она еще будет продавливаться российской стороной. Аверчук недалеко сегодня говорил о том, что на этом коридоре будут, не коридоре, а дороги будут КПП и паспортный контроль и так далее. И Лачинский коридор все равно остается закрытым. Россия никак не может или не хочет выполнить свои функции по его разблокированию и взятию под контроль. И на этом фоне происходит другое совершенно событие, это гораздо большее ужесточение риторики Ильхама Алиева. В частности, он потребовал от Арайка Арутюняна, президента Нагорного Карабаха, сдаться, парламент распустить. Нагорный Карабах отреагировал резко негативно, Армения также призвала международное сообщество обратить на это внимание. А из Вашингтона поступил такой сигнал, госдеп заявил, что он приветствует слова Ильхама Алиева о возможной амнистии для лидеров Нагорного Карабаха, которые сдадутся и распустят парламент. Можно ли считать, что армянская сторона, во-первых, осталась на этом отрезке времени, в этом конкретном пункте, в одиночестве? Я думаю, заявления Алиева были достаточно неожиданными для многих, поскольку на западных площадках была некая эйфория, что вот мы достигли многого, и даже об этом не говорилось, но можно было читать между строк, что даже Россия более не препятствует лидирующей позиции Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Но фактически Алиев обманул все эти ожидания, и здесь самое интересное, конечно, оценить, почему это произошло. Я думаю, здесь может быть несколько причин или несколько версий. Одна из версий заключается в том, что Алиеву, возможно, уже и неинтересно скорейшее подписание мирного соглашения, или хотя бы подписание такого мирного соглашения, где хоть как-то учитывается позиция армянской стороны. Поскольку весь контекст переговоров на западных площадках он свидетельствует о том, что хотя бы тема прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должна фигурировать в тексте. Но, видимо, Алиев попытался сделать эти резкие заявления, чтобы дать всем понять, что он на такие уступки, как он, наверное, это рассматривает, не пойдет. Постоянные заявления армянской стороны о том, что Ереван подтверждает территориальную целостность Азербайджана в рамках 86 600 километров и так далее, не способствуют этому? Потому что кажется, что до создания международных механизмов контроля и обеспечения права и безопасности армян Нагорного Карабаха, такие заявления, когда Алиев уже получает все, зачем ему идти на создание этих механизмов? Видимо, в этом есть доля истины, поскольку, судя по всему, у азербайджанской стороны возникли представления, что они нужных себе результатов добиваются очень легко, что сопротивления с армянской стороны нет, и что именно армянская сторона, вопреки устоявшемуся мнению, заинтересована в скорейшем подписании мирного соглашения в качестве хоть какого-то гаранта исключения дальнейших эскалаций на армяно-азербайджанской границе. То есть в этом смысле провокации, устраиваемые Азербайджаном, видимо, сыграли свою роль. И убедившись, что тактика и стратегия ведения переговоров и вообще движения в сторону какого-то урегулирования оправдывает себя, ее надо продолжать. И поэтому все новые и новые претензии, все новые и новые ультиматумы, которые предполагают достаточно решительные и быстрые действия по дальнейшим уступкам с армянской стороны, они представляются в Баку возможными. И еще одна версия может быть здесь заключаться в том, что поскольку в любом случае, хотя Россия попыталась встроиться в общепереговорный процесс, который в основном модерировался уже Западом, все-таки Азербайджан и Россия находят какой-то общий язык в том, чтобы выйти из того контекста, который сформировался в Вашингтоне, дальше продолжался в Брюсселе, ожидалось, что продолжится в Кишиневе, далее вновь в Брюсселе и, наконец, в Гранаде. Что, видимо, если полагаться на эту версию, Москва и Баку договариваются о том, как можно вот этому поступательному процессу, где так или иначе тема прав и безопасности армянногорного Карабаха присутствует, из этого процесса выйти или повернуть его в иную сторону. В чем, так сказать, профит Москвы в том, чтобы вывернуть это? Потому что ведь Москва также в любом случае теряет. Ну, чем в большей степени на сам переговорный процесс будет влиять Москва, тем в большей степени она сможет продвигать свой главный интерес. А я считаю, что главным интересом все-таки для России является контроль над мигринской дорогой. И в качестве какого-то компромисса с Азербайджаном, если все решается на уровне интересов Москвы и Баку, может быть продление, хоть и в урезанном виде, статуса российских миротворцев и после 2025 года. Я полагаю, что Азербайджан не категорически против в случае получения дивидендов по другим вопросам, в том числе, кстати, по анклавам, в этом случае согласится еще на какое-то продление присутствия российских миротворцев. Тем более, что никаким действиям Азербайджана, как мы видим, все последнее время они не мешают. А насколько угрозы могут превратиться в реальность? Потому что Ильхам Алиев также намекнул на возможность проведения, как он сказал, любых операций на территории Нагорного Карабаха, в случае, если его требования не будут выполнены. Ну, это может быть исключительно заявление устрашающего свойства, с тем, чтобы оказать давление на, может быть, не руководителей Нагорного Карабаха и всю политическую элиту, которая ничего не сделает, как мы понимаем, вопреки наставлениям российских генералов. Но коммуницировать арцахскому обществу, что вы стоите перед серьезной угрозой, и, может быть, вам следует подумать о своем будущем, чтобы оно не было не очень трагичным. Но насколько в интересах Азербайджана эскалация в Арцахе, я сильно сомневаюсь, что это в их интересах, поскольку это даст основания и международному сообществу реагировать на это и настаивать на теме прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, раз что-то угрожает их жизни. И в какой-то степени это в итоге может использовать в своих интересах и Россия, поскольку получает дополнительные аргументы в необходимости присутствия своих миротворцев там. Одним словом, игра идет нелинейная, в ней вовлечены очень много заинтересованных сторон, и каждая из этих сторон пытается сделать свою тактику доминирующей. И пока что наиболее последовательно, к нашему сожалению, действует и наиболее последовательно добывается нужных ему результатов именно Азербайджан. Армянская сторона, в свою очередь, вопреки наоборот от Азербайджана, точнее сказать, оказалась в такой ситуации, когда то, чего она хочет получить, то есть Нагорный Карабах говорит о независимости и о праве народа на самоопределение. Международное сообщество, кажется, закрыло эту тему полностью, будь то Россия, Запад или даже Армения. А то, что ему предлагают, обществу и людям, которые живут в Нагорном Карабахе, его категорически не устраивает, потому что они боятся все-таки, скажем так, если не этнической чистки, то как минимум медленного вытеснения армян из Нагорного Карабаха. Вот как примирить ожидания и реальность с ситуацией, которая существует на земле? Что возможно с этим сделать? Но если исходить из интересов армянской стороны и позиций армянской стороны, я думаю, здесь есть, если не резервы для улучшения своих позиций, то какие-то методы, которые могли бы сработать. В одном случае, я думаю, этот метод уже безнадежен. И этот метод был бы прямые контакты между Пашиняном и Алиевым по каким-то конкретным острым вопросам. Я думаю, чем меньше сторон реализует свои интересы, тем договариваться проще. Поэтому, если бы удалось создать какую-то площадку, где Ереван и Баку обсуждают проблемы и ищут решения исключительно в интересах этих двух сторон, без усложнения задачи за счет привлечения интересов третьих, я думаю, какой-то результат был бы. Но здесь есть, видимо, и психологический фактор, и фактор восприятия друг друга, фактор совместимости какой-то. Видимо, между Пашиняном и Алиевым это не получается. И не получается уже, судя по всему, несколько лет. Второй фактор, который мог бы помочь Армении продвигать свои позиции более поступательно, это активная дипломатия. То есть, не просто встречи, не просто заявления трех-четырех официальных лиц и высказываниями позиций, а регулярная ежедневная дипломатическая работа на тех площадках, которые так или иначе могут проявить свою активность в процессе урегулирования. Это, безусловно, и международные организации, такие как Европейский Союз и ООН. Это и отдельные страны. Мы видим очевидную заинтересованность, в частности, Франции и Германии, каким-то образом участвовать в процессе. И это, в любом случае, те страны, которые имеют влияние на регион и вообще на международные отношения. Франция как член Совета Безопасности, ООН, Германия, как, скажем, один из основных торговых партнеров того же Азербайджана. Но мы, видимо, сталкиваемся с ситуацией, когда все западные, в частности, игроки, не представляют себя, в чем же, в конце концов, заключается повестка армянской стороны. Вот чего она хочет добиться. И какие есть красные линии, которые пересечь в своих уступках она не может. Армянская, только одно, это коридоры экстерриториальные. Да, и когда они, фактически, наблюдая за всем переговорным процессом, видят такую очень нечеткую позицию армянской стороны, при этом достаточно четкая позиция азербайджанской стороны, они, может быть, проявляют большую пассивность, чем могли бы. Если бы та дипломатическая ежедневная работа, не обязательно это должны осуществлять министры иностранных дел или премьер-министр, а именно послы в этих странах, дипломатические сотрудники этих стран, которые могли бы коммуницировать какие-то позиции Армении, по которым они ожидают поддержку со стороны международных игроков. Мы подошли к Кишиневу, так как вы затронули, упомянули Францию и Германию, ожидается встреча пятисторонняя с участием, в том числе, лидеров Германии и Франции Шольца и Макрона. И Азербайджан был резко против сперва участия Макрона. И долгое время вопрос о проведении этой пятисторонней встречи был как бы подвешен. Сейчас, по крайней мере, пока мы разговариваем, эта встреча ожидается и из Баку, прямого какого-то отказа не было. Вот что можно ожидать от этих переговоров? Не было прямого отказа, но не было и прямого согласия. Не было и согласия. Поэтому я, например, не исключаю, что в итоге эта встреча может произойти только с участием Шарля Мишеля. То есть просто трехсторонняя встреча? Просто трехсторонняя встреча, то есть тот формат, который Азербайджан подтверждает и против которого не выступает. Поскольку участие в том или ином статусе Макрона Азербайджан категорически отвергал все это время. Единственный аргумент в пользу того, чтобы Макрон там был, это то, что Кишиневский саммит, это продолжение Пражского саммита. Соответственно, тот формат, который был в Праге в октябре 2022 года, был бы продолжен. И здесь, и каким-то образом, чтобы смягчить остроту проблемы для Азербайджана в виде присутствия Макрона, туда добавили и канцлера Германии. Но, повторяю, эта встреча скорее будет носить, независимо от ее формата, ритуальный и символический характер. Максимум там могут быть подтверждены, опять же, приверженность переговорному процессу, без каких-либо новых нюансов относительно содержания потенциального документа. Но, я думаю, карты значительной степени всех спутаны тем заявлением Эльгама Алиева, которое он сделал 28 мая в Лачине. И, говоря о том, зачем он это делал, я могу в качестве еще одной версии предположить, что именно для того, чтобы спутать всем карты, и когда у всех карты спутаны, а ты свои очень хорошо видишь, и очень хорошо представляешь, каков их вес в игре, безусловно, это дипломатическое преимущество Азербайджана, которое он будет продолжать удерживать. Вот продолжим тему спутанных карт. Вы также сказали, что Азербайджан, возможно, уже не так сильно заинтересован в подписании мирного договора, потому что он видит, что его требования выполняются и так. И здесь, хочешь не хочешь, вспомнишь одно из прошлогодних заявлений Эльгама Алиева о том, где он, грубо говоря, поставил крайний срок для подписания мирного договора. Он заявил, что у Армении, у сторонников, посредников мирного договора есть один год, потом мы уже будем разговаривать по-другому, как он намекнул на какие-то силовые возможные действия против Армении. Это остается в повестке дня или вот нынешняя ситуация и более активная вовлеченность Запада в наш регион отодвигает возможность широкомасштабного столкновения между Арменией и Азербайджаном или новой азербайджанской агрессией на более дальнюю перспективу, чем вот эти полгода? Но если формулировать цель Азербайджана в этом контексте, то она примерно такова, то есть формула такова. Соглашение не подписывается, но ответственность за неподписание можно возложить на армянскую сторону. Именно этого и будет добиваться в течение всего 2023 года Ильям Алиев. Я думаю, приоритетной для него является задача все-таки, чтобы не создавать поводы для новой агрессии, а чтобы добиться соглашений, но исключительно на своих условиях. Исключительно в соответствии с собственными интересами и представлениями о том, как должна развиваться ситуация. Что произойдет, если он не решит эту задачу, это уже сложный вопрос. И поэтому я считаю, что на всех форматах, на всех площадках и между, собственно, основными встречами должна вестись очень активная политическая и дипломатическая работа армянской стороны. Она должна включать в себя в том числе создание какого-то варианта диалога между Баку и Степанакертовым. Уже понятно, после недавнего заявления Ильяма Алиева с нынешними официальными лицами, какой бы статус они ни имели в иерархии арцарской, он разговаривает, то есть его представители разговаривать не будут. Но тогда непонятно в качестве кого и кто туда пойдет. Вот он, видимо, оставил этого решения вопроса самим арцарцам. И насколько там может быть найден вариант, и если он не будет найден, что можно ожидать? Это все очень такие туманные перспективы для нас. Но в любой ситуации, когда туман застилает перспективу, необходимо действовать. Необходимо как-то пробивать туманную пелену и активными действиями конкретизировать и делать все более определенную ситуацию. То есть оставлять дело так, что все зависит исключительно в вопросе Армян-Нагорного Карабаха от доброй воли Азербайджана, это очень рискованно. Хотя, с другой стороны, мы наблюдаем достаточно интересную тенденцию. Хоть до недавнего времени мы слышали исключительно общие фразы, что права Армян-Нагорного Карабаха, те же, что и у других граждан Азербайджана, что все вопросы будут решаться в рамках азербайджанской конституции. Но есть какие-то сигналы о том, что Азербайджан разрабатывает какие-то предложения, которые на том или ином этапе он готов озвучить. Я еще не проверил эти данные, но из Братиславы поступили такие не очень формальные, а может быть есть уже и формальные, я пропустил. Сигналы о том, что во время диалога панельного между Арменом Грикорианом и Хикметом Аджиевым, последний озвучил идею, что Армянам Нагорного Карабаха могут быть предоставлены те же права, что есть у венгерского меньшинства в Румынии. То есть, значит, какие-то модели культурной автономии в кабинетах азербайджанских прорабатываются сегодня, и я не исключаю, что рано или поздно они будут озвучены. Если этот процесс на самом деле происходит, то это шанс, который надо использовать, не обязательно соглашаться со всем, что будет предложено или воспринимать это как ману небесную, но выдвигать какие-то встречные предложения, которые не категорически идут против того, что предлагается другой стороной. Потому что любая категоричность, как это было на встрече секретаря Совбеза Арцаха и делегированного депутата Мили Меджлиса, то те говорили, что права, которые предусмотрены Азербайджанской Конституцией, отсутствие какого-то статуса, всего лишь реинтеграция. А с этой стороны, что никаких вариантов пребывания Арцаха в составе Азербайджана мы обсуждать не готовы. Безусловно, когда позиции столь категорически отличаются друг от друга, никаких соглашений ожидать нельзя. И тем не менее, по итогам вот этих угроз и хамальевые ответы Степана Керта, ситуация выглядит для армянской стороны луз-луз, потому что если ты согласишься, даже сдашь президента, распустишь парламент и поедешь в Баку, ты как бы, грубо говоря, едешь на поклоны. И дальше требования будут диктовать уже тебе. Если ты не согласишься, то невозможен также этот диалог. И возможны силовые действия. И возможны силовые действия. А несогласие с выдвинутыми условиями и согласие Баку на диалог уже будет выглядеть как проигрыш для абакинской стороны. Будет выглядеть так, как будто хамальев отступил от своего жесткого заявления. Вы не считаете, что этот узел завязался так, чтобы разрубить его или развязать его как-то? Я не считаю, что вообще существуют узлы, которые невозможно разрубить. И, собственно, для этого и придумана такая профессия, как дипломатия. То, что мы все это время не очень хорошо использовали навыки, которые присущи этой профессии, не означают, что она абсолютно бессмысленна и бесполезна в данной ситуации. Но надо просто очень хорошо воспринимать и смиряться с теми реалиями, которые возникли. Они нам могут не нравиться. Мне точно они не нравятся. Тем более, что я считаю, что можно было добиться гораздо большего и до 44-дневной войны, и после 44-дневной войны. Но упущенные шансы, это упущенные шансы. Большинство из них уже вернуть нельзя. Поэтому надо пытаться что-то делать в тех реалиях, которые существуют сегодня. И я уверен, что не все так безнадежно. Просто надо ставить достижимые цели. А это цель сохранения армянского населения в Нагорном Карабахе при соблюдении их прав, безопасности и чувства собственного достоинства. Спасибо за интересную беседу. У нас в гостях был президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Спасибо. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!